Остается только чистая веточка. Мы, собственно, вот нам привозят вот эти елки. Все, что звери обголодали, у нас потом рубится и в печку отправляется. То есть безотходное производство. Кролики, доедающие ушедший год в этом удивительном месте, уже никакая не экзотика. Хвойные иглы уплетают за обе щеки и старый млад, причем вне зависимости от породы. Вот этот огромный француз, например, посмаковать веточкой готов всегда. Их кормят обычно раз в день, но на зеленый деликатес ушастые реагируют и днем, и ночью. Узнали о таких нетривиальных предпочтениях кроликов, кстати, совсем случайно. После зимних праздников оставалась елочка, мы как-то вот просто машинально отломил веточку и как бы шутя вот так вот дал попробовать. И все, с этого началось. Да что там кролики? К колючему лакомству пристрастились все обитатели местной конюшни. А их здесь немало. 16 лошадей, 7 кот, 7 гусей и все гурманы. Совсем юные козлята предпочитают съедать все. О том, что это, наверное, вкусно, начинает догадываться и местная кошка. Но она пока не пристрастилась. Хвои очень полезны для сельскохозяйственных животных. В частности, раньше во всех лесхозах были цеха по переработке хвои в витаминную муку. И эту витаминную муку добавляли на фермах в корму животных. И лошадей, и коров, и так далее. Куром сыпали. Хвоя, она содержит очень много витаминов. А, С, Е, очень много аминокислот. И по составу хвоя богаче, чем молодая трава майская, июньская. Такой постновогодний аппетит вполне оправдан. На ферму приносят новогодние елки отовсюду. И местные жители, и коммерсанты. Цена одного экземпляра в магазине около 600 рублей. Здесь сегодня шутят, что кормят тутошнюю фауну почти золотыми деликатесами. Раньше у нас как-то получалось, что хвоя попадала к нам спорадически. То есть где-то там кто-то знакомый одну елочку привез. И вот у нас весь табун на эту елочку бросается. Сейчас к нам привозят машинами. Поэтому животные до весны с витаминами. И мы довольны людям хорошо. В Истопниках сегодня готовы принимать любой объем новогодних символов. Разве что не массово, а по предварительной договоренности. Местные братья с зимним витамином будут рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.